Члены жюри следят за каждым движением участника. Важна любая мелочь. Как подошел, как проверил станок, как разложил инструменты, отдельные критерии за технику безопасности. И это уже не говоря о самой работе. Готовую деталь оценивают по 18 критериям. Баллы снимают за каждый неверный шаг. Но Алексея Куличкова такое внимание не пугает. На конкурсе он уже в седьмой раз. За плечами несколько побед и четверть века на металлургическом комбинате. Инструмент хороший. Знание, знать свое дело. А так главное не спешить. Конечно, каждый раз есть детали новые. Не знаешь, что и чему, как готовиться делать. Тем более станки не наши, как и у нас на предприятии. Тоже новые вещи. Каждый раз к ним привыкай. Мы же работаем раз в год на них. И то один час. Это проверять. И вы то же самое проверяйте. Это установка число. Параллельно. Время уже практически у нас на исходе. Сейчас будет данный старт. Сложнее новичкам сказывается волнение. Собрать волю в кулак получается далеко не у всех. На выполнение работы всего час. Участники-фрезеровщики за это время должны выполнить ювелирную работу. Погрешность у отверстия, к примеру, в чугуне не больше одной десятой миллиметра. Сергей Позняков шутит. За 45 лет работы на культиваторном заводе такие ювелирные тонкости сможет сделать с закрытыми глазами. Главное – сосредоточиться. Теории хорошо знать. Ну и что, не волноваться. А так-то все знакомые. Уже тут, как говорится, не глянь. У себя на заводе. Там же у нас тоже проводится. Вот первое место и посылает сюда. Ну как? Подтвердить, что еще что-то можем. Подтвердить и показать, кто что может, приехало 70 работников из 18 предприятий региона. За звание лучшей по профессии, кроме токарей и фрезеровщиков, сегодня боролись слесари, сварщики, контролеры ОТК. Все они уже победители районных соревнований и заводских конкурсов. Прежде всего, значимость этих конкурсов в том, что они повышают престиж рабочих профессий, они помогают подсказывать молодежи определиться с будущей профессией и сегодня мы видим, что повышенный интерес к этим профессиям имеется, рабочим профессиям. За работой профессионалов пристально смотрят студенты Липецкого политехнического техникума. Опыт и мастерство старших коллег им пригодится в будущем, ведь с профессией они уже определились. Смотришь на них и понимаешь, ну как они работают, это все. У них стаж, по идее, нормальный. Токарь – это престижная профессия, я буду продолжать работать на ней же. Вот, и в принципе она очень даже, ну для кого как, она простая, сложная. Конкурс престижный, каждый год число участников только растет. В этом году победители получат премии до 30 тысяч рублей. А еще их пригласят на торжественный прием 22 сентября в честь Дня машиностроителя. Дмитрий Курмаков, Роман Авраменко, Липецкое время.